Ну что, друзья, вы говорите, что вы соскучились очень сильно за нашими видосами, да? С нашей, да, с Петей, клянуто. Конечно же, соскучились. Был стрим на днях пятичасовой, и народ говорил, что Саня, давай видосы. Ну, я смотрю по... По онлайн. Что-то было на онлайне людей. Я думаю, чтобы уже люди настроились. И, ну, имею в виду, под YouTube. И тут нашли, как обходить те или иные пороги, которые для нас создали для всех. Поэтому давайте попробуем, поснимаем, поработаем. Мы сегодня сейчас находимся с вами в штат Техас, город Хьюстон. Время у нас уже был 11.58, то есть обед. Да, в 8 утра я разгрузился. Груз был скучный, неинтересный, два тарпа. Там ничего можно снимать, обычный груз, ничего интересного. Поэтому сейчас мы... А вот сейчас мы едем за интересным грузом. Едем забирать School Pass, то есть школьный автобус, и повезем его на Джексон, в штат Флорида. Очень интересный груз. Я немножко волнуюсь, потому что у меня только две рампы, то есть две сходние по-русски. По идее, полноценный сет на моем трейлере должен состоять из четырех рамп. Соответственно, тем самым угол оклона уменьшается, увеличивается, она получается, и тем самым безопаснее заезжать. Ну, не даже безопаснее, даже опаснее заезжать, но больше шансов, что ты заедешь и загрузишься. В моем случае меньше шансов. Ну, поедем, попробуем, посмотрим, насколько Low Pro, две рампы. Ну, то есть, то ранее было подписано, знаю, что я StepTech покупал без рамп. Я рампы брал дополнительные, две штучки просто сам покупал, задавливал, и, ну, по крайней мере, пока еще не попадал в такие моменты, чтобы я не загрузился, поэтому думаю, что мы загрузимся, и будет все окей. Надеюсь на это, потому что время, еще раз повторюсь, уже 13 часов ровно, и если я сейчас не загружу этот автобус, нам до него ехать осталось ровно 45 минут, ну, может быть, час. И если я его не загружу, я останусь без груза. Это очень плохо сегодня в торге. Не хотелось бы, конечно, но очень печально с грузами. Так же само у нас напряги. Платить не хотят, так как очень много желающих везти, но, соответственно, грузов очень мало. Экономика, экономика. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, такое тоже бывает. Ну, походу, я что-то не оттуда заехал, но... Едем еще 2 мили, и мы будем уже на месте. Непонятная какая-то загрузочка. Мутненькая, мутненькая. О, ой, походу, кажется, асфальт. Кажись, добрались. Ну, нам не привыкать, то есть мне. Я по-каким дорогам проездил очень много-много. Да, недолго, мутненькая, мутненькая, мутненькая. Сомнительная загрузочка, сомнительная. Ну, для вас, может быть, и нет. Для меня она очень цена. Хейтеры собаки. Выезжать так же само придется. Сначала туда мордой, назад вставать. Задним полом, входом, деревья тут поставили немножко. С задним входом выезжать. Ну, то есть туда мордой, обратно-назадом. И уже все, он ушел в направлении Джексон Милла. Какой-то зажиточный тут живет, опять как. Непонятный. Армии треймера у него тут. Граном побитый, видите? Сильно, 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 сильно пострадал. Сильно трейлер пострадал. Но это Техас, неудивительно. Здесь это нормально. Так, ну ладно, что. Не нравится мне это все, ребят. Бои, как не нравится. Да, пока восхватило его, конечно. Такой Техас. На камеру плохо видно. Ну, в принципе, если себе брать, вообще плевать. И на выставку жену я ездить. Красавчик. Этот дядя занимается аукционами. Ммм, он с каменюгой. С колбасой. Аукцион отаскается. Смотрите. Школьный автобус. Кто-то в него зашел. Заднюю часть. Офигеть. Жестко. Надеюсь, там не было никого. Да. Капец. Жесть. Где этот Карлс? Это что такое? Ездил кто на таких? Форт. А это, кстати, этот. Город подметать, прикидывайте. Ну, тротуарчик и там вот такие все дела. Представляете, в какие времена уже были такие тратара. Обалдеть. Щеточка у него. Так, Карлоса я уже вижу. Отходит там. Офигеть. 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 Хорошая штучка. Кондиционер сняла. Второй дополнительный. Мда. Спорт. У кого же ты год? Спорт. Карлос. Ты где? Где? Где ты? Где ты? Кто? С низкой крышей. Каменюка. А что за каменюка там стоит? Каменюка, каменюка, каменюка. Маленький камень. Не такой, как у меня. Маленький камень. 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 На автомате. Все как надо. Все как полагается. Так. Маленький камень. тоже что-то с бампером было в общем такие вот дела пришлось немножко кипишнуть тут я уже думал все пропало вроде все нормально все четенько двери закрыты все нормально ладно грузимся ну что ставим вставки очень много людей со мной спорило что двух рамп будет недостаточно идем контролировать процесс по морде он получал видно быстренько на скором выпуске сделали как нибудь с аукциона купили но не долго сделали что даже капот за брюцами не мог и 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 слева и справа я так понял что если подушка одна взрывается на одной приезжает но логично как бы для детишек безопасность все теперь можно крепить то что себя закрепился опустила подушки передние бы цепи натянулись задние бы ослабли скорее всего что вообще вы не упал просто на цепях повис потому что когда падает автобус он чуть вперед прокатывается она крепимся опять ну ничего страшного документы подписаны очка заряжена по русски вообще ноль никто по русски вообще 0 ладно по русски так они еще и по английски не разговаривают короче мексиканцы испаньола и эти которые на корабли нападают как они не филиппинцы нет а эти нет не осетинцы ссори осетинцы просто на ум пришло осетинцы не нападают на корабли осетинцы нормальные пацаны знаю много у меня друзей эти осетинцы сомолить все пугали что вылезем нет сразу что нет рискнуть можно не пойдет придется вытягиваться как я и говорил в начальном я думаю пройдем не стоит время в пути и у нас 13 часов подушки сзади легли он хорошо жопой лег а спереди подушек нету подушек под каждый груз привыкается в течении 5 километров подушек 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 и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да, друзья, мы добрались Этот автобус, оказывается, идет у нас в порт Поэтому сейчас будет... Я так думаю, что это будет не быстро Ну и, соответственно, в порту я снимать не буду Конечно, там можно снимать, но не желать Можно нарваться на неприятности Поэтому я, конечно же, снимать не буду Может, чуть-чуть посниму, разгрузку Но, скорее всего, что нет Но не приключайтесь, все равно Будем сейчас дальше искать груза Дальше будет что-то, может, поинтереснее В общем, как-то так добрались Все прошло без происшествий Единственное, что я не помыл машину Это не радует Что-то ехал, ехал, ехал И... Ну, как-то так, впереди выходные Так что с полоснем помоем Петровича Так, ну все, мы добрались Допументы взяли Все прошло успешно Дорожка была в кайф Без происшествий Автобус добрался нормально Мы в порту Jacksonville Народу мало Практически нет металла Местные только носятся контейнеровоз И все Это о чем говорить? Все верно, работы нет Все прошло Гладенько Все четко Сейчас главное не забыть уровень пола Ему накинуть обратно И... Сбрасываем его И все Дальше будем видеть, что Что будет происходить Как бы уже вторая неделя Дороги уже хотелось бы домой Но Как получится, так получится Остановился тут так удачно Здесь лежали Два вот таких кусочка Это же неплохо Как говорится, это пригодится Такие Удобные очень Ладно, ждем Экскорт Я заказал экскорт У меня твикарты нету Твикарты Пропуск в порты Аэропорты У меня ее нету Поэтому заказали экскорт Ждем сопровождения Будем заезжать Выгружать Надеюсь, что там рампы Не придется вытаскивать Скорее всего Будем с дак В дак Парковаться Под их рампу И там разгружаться Ждем Ну, в общем, порт как порт Но чем от наших не отличается То ямы, то канавы О, дверь мы закрыли в автобус Ну и ладно Я думаю, там ничего не выпадет Какой тут жарик стоит Цвет красивый И все Я своего толкнул, кстати За 33 И остался очень рад Проехал на нем 7000 миль Вложил Ну, не свои Страховочные деньги Гарантийные 7000 долларов В ремонт Хорошо, что не свои Не понравилась мне эта машина Больше владения я ней Не хочу Так, что-то тетя там показывала Да? Ну, что она мне показывала? Берите меня, сопровождаю Ох, лодочки, лодочки Сейчас приду домой Покажу, что я купил Тоже лодочку себе прикупил Тебе приду домой? Покажу Покажу, да расскажу С аукциона Проезжал мимо аукциона Взял, купил Ох ты какой Ох ты какой, а Да, они тут сели плохие Ась, ась Кто-то переезжает Цыгане какие-то А, вот он, Голдинг Рампс О, она Ну, наверное, она нам не подойдет Придется, походу, своей рампой вязать Потому что она под флагбет А нам надо степ-теп Орбишки тоже управляются Упуть дорожку Неплохая рампа вроде бы Вон она Так, 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 так Так, следующий ход у меня Вот, что-то вот я вот насчет этого думаю Надо покатать себя Любимого По Америке Я ж не накатался Я ж не накатался Так, ладно Сейчас они Ребята скинут этот мопед А потом я Что-то Четыре мужика было Пока я раскрепился Никого Вау Съезжаем Пробуем, по крайней мере Не люблю, когда я не загонял Мне сгонять Это я конкретно не люблю Ладно Включаем воздух и съезжаем Сейчас воздух не включается Подушки поднимутся И съезжаем Осторожно, дети выходят Все, дети зашли Опа Списано Если вы нарушили Если вы объедете автобус Когда он стоит в таком положении Когда грузит людей И знак стоп горит То это решение права Так, ладно Сейчас Идем подушку проверим Отвечались, нет И будем спрыгивать Так, вроде бы поднялся Если что-то, поехали О, нету Почти я сам Не знаю, куда его парковать Так, все пристегнулись Что-то не так Идем проверим Чем-то цепанулись Это неприятно Лучше бы я по своим рамкам Слежал А, ну я ним и цепанулся Окей Сейчас мы сделаем Тогда по-другому Сейчас мы чуть-чуть Вперед проедем Сейчас я ним и цепанулся Не задолбал Что не хочет Сейчас туда стучки Подложим Будет четенько Стопы чуть-чуть Приподнимется Будет четенько А подложим Вот так вот Ладно Попытка на мартюб Так, кто-то вроде Светчетает Ой, зря Опа Попытка на март Так Товарищи пассажиры, пристегивайте ремни. 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 что-то делать так ребят сейчас покажу все объясню не хотят грузить просят раздвинуть акселя то есть еще сдвинуть аксель назад или у меня не двигаются акселя назад ребята вы чё прикалываетесь мир я говорю давайте просто брус сюда сейчас подсуну под бампер сейчас заглушу этот трафик потому что он мешает звук идет внешней камеры забивает не слышно нифига грузить они мне его самому тоже не дают и разрешают хотя по идее по закону я должен сам грузить технику на свой трейлер несу за него ответственность так что имейте ввиду кто ездит на такой технике кто собирается из стадек вы должны сами грузить на себя и разгружать все ответственности все эти за повреждения техники и трейлера только вы сами давайте я поставлю вот этот брус вот этот брус под бампером аккурат встает и вы заезжаете нет это не безопасно двигает аксель сюда дальше на 50 тройках ни на каких ни на двух аксельных и на трех аксельных аксель назад на самый хвост не двигается 48 триллера это 50 тройка 48 да у них жопа короткая у них аксель здесь стоит неважно двух аксельных трех аксельных я не видел морда есть трех аксельные 48 да у них то есть все вот у них здесь заканчивается неважно короче ни в какую не хотят позу встали ноу и все мы сейчас решаем с брокером брокер сейчас будет с ними ругаться выяснять что делать я не знаю остался без груза у нас четверг и остался без груза время уже два часа дня отбывает обидно досадно летел прилетел игры дайте сами загоню нет у нас так нельзя вообще по закону нужно по закону по правилам вообще это всегда было все что касается трейлера это уже несете ответственность непосредственно вы сами то есть водитель несет ответственность за все то что попало на трейлер с трейлером с траком с трейлером короче с техникой с грузом неважно все несете ответственность вы если загоняет оператор даже если загоняет оператор и он не дай бог упадет трейлера ответственность несете вы не он они платить не будут вы купите этот трактор имейте ввиду если вы сомневаетесь или хотите со мной поспорить позвоните своим авнорам компаниям и вам либо в страховую там где у вас застраховано все и задайте вопрос загонял трактор он упал что мне делать что будет нести ответственность и вам дадут ответ поэтому да иногда разрешаем загонять беру на себя такой риск когда разрешаю загонять но очень часто я приезжаю на загрузки большие компании очень часто они просто подгоняют атаку себе трактор подзывают показывают тебе как управлять данной техникой вперед-назад там парковка и все и они вылазят ты заходишь и делаешь свои движения дальше сам ни в коем случае вы не должны загонять с вами были ситуации у меня товарищ мой кентуха попал на 8000 долларов когда сгоняли трактор с трейлера и просто начали рулить колесом и колесами уже начали управлять прямо на рампах и в этот момент за рампу зацепилась зацепился протектор в общем вот так вот зацепился протектор и прорезал вот так вот колесо чуть-чуть ну как чуть-чуть это на пару сантиметров углубления за колесо что там по моему короче очень дорого что там колесо под восьмерку было это был кран здоровый вот и парнишка припарковался на эти бабки страховая сразу сказала вина драйвера хотя за рулем был оператор поэтому имейте ввиду не всегда может у кого-то и прокатывала что компания владелец техники там или погруза дублился сам но большинстве случаев вам просто снесут макушку ваших финансовых ваш ваших финансов так что как то так по ходу без груза и она сейчас созваниваться с брокером решаем может быть все таки дадут разрешение но я очень глубоко в этом сомневаюсь страна я джорджия саванна я не хотел сюда ехать у меня чуть-чуть а кстати не подводит я уже который раз так вот не хочу от груза от не звонят груз такой-то такой-то идет туда-то туда-то вроде бы и платят вроде бы и ничего но вот прям сердце чует что не надо туда ехать это это какая-то шляпа прям у меня уже чуть-чуть не подводит игры может это опыт 15-летнего стажа не знаю может это уже опыт я прям не хотел за ним ехать мне прям 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 не лег над на душу я так ехал тяжело и время даже шло по локбуку очень его и по локбуку по навигатору очень тяжело там сюда ехалось ты не хочу я шипы эти это фигня даже не переживайте то есть он зайдет не повредит ничего абсолютно за это даже не парюсь говно возишь технику короче такие вот дела бывает обидно досадно день в жопу полторы тысячи баксов мимо кошелька такие вот потери а сегодня понес но это минимальные потери это тысячи до полутора тысяч в день в среднем выходит такая потеря ладно идем отдыхать опыта получили мы только что письмо ордер на уюс но по деньгам сейчас еще определиться сейчас пришлют нам девичку ну не сейчас конечно через неделю что на штраф не использовал но это долларов 200 захватят я наверно подъеду на шар и здесь на моем кратке я не буду ворщать вот там я хочу полыть машину как вы думаете а ребят воспользуемся сейчас намочишь еще хуже будет потому что там пыль с толпой стоит а что у таба остались мы без груза сожалению поделать так бывает не поспоришь с ними что ты сделаешь что ты не сделаешь правило есть правило бояться ну да ладно может она их лучше я особо не расстроился я не хотела помыть не помыть по-моему жадины не стал я короче там даже стоять он до сих пор еще моется я думал это водила сам моет свой трактор которого везет а оказывается водил он в кабине сидит тоже на петрухе уже сидит нервничает а это дедуля короче работник местный соответственно мне он быть ничего не будет просто он меня пошлет туда куда меня сегодня послала утро сегодня не мой день все просто не мой только что тоже был груз но один пикап сегодня одна закуска сегодня вторая завтра ну то есть он идет через выходные аж на южную дакоту и там по деньгам нету выхода выхлопаем ну ни о чем даже не через дом то есть я в Индиане буду ночевать два дня суббота воскресенье возле дома и не дома так что все едем курить балбук на тракстав четверг мы без груза печально печально ну ничего не так бывает не первый раз как говорится к сожалению кругом одни дебилы а круг все больше и больше сужается а валиваться пускай жукас даже планет двойную цепь заняла экономист так ну мы приехали на загрузку брус идет через дом вау чего не было вот тема развивается а я даджару продал пацаны зарабатывают ламосик ездят по таким же сценариям таки хат шат называется хат шат так нам так сказать надо будет торпануться на зимний а вот 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 это палета ее надо будет накрыть это слава богу не надо что мне в документах указано давай направо еще направо пулап пулап сэр привет я думал ее торповать надо ее не надо торповать слава богу я бы посидел ой не пожалуйста центр у меня еще только быстро не грузили давно уже не грузили что-то повезут понавязал сам черт не разберется все хорошо загрузились закрепились только за низ за верх нельзя соответственно здесь они немножко мне кровь попили говорю положите 4 на 4 брусов нет только двоечку блин как раз было бы они сейчас будет задница играть сейчас трэп перебрется хотя она вряд ладно погнали домой все хорош на сегодня